6 часов вечера в Одессе в прямом эфире седьмого канала новости в студии Максима Лынов. Здравствуйте. С 18 января в одесских школах не будет никаких занятий. Там в качестве превентивной меры до особого распоряжения введен карантин. Это касается и общеобразовательных, и частных учебных заведений, и школ-интернатов. Ограничительные меры также относятся к детским садам, вузам, спортивным школам, больницам, учреждениям соцзащиты, культуры и не только. В мэрии рекомендовали ограничить проведение массовых мероприятий. Прекратить обучение в школах в связи с угрозой распространения гриппа H1N1 рекомендовал и глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. Ситуацию с гриппом он прокомментировал сегодня в порту. Сейчас у нас в больнице где-то 78 человек госпитализировано. Официально подтвержденных смертельных случаев 16. Мы три дня уже, последние три дня интенсивно совещаемся со всеми. И Горсовет выделил Одессы, потому что основные очаги гриппа именно в городе Одесса 3 миллиона гривен. Областной департамент здравоохранения выделил еще 3 миллиона гривен для закупки дополнительных медикаментов. И мы сейчас, просто я поручил всем нашим людям здравоохранения, просто выйти на все телеканалы и объяснить людям, что этот грипп обманчивый, что он дает осложнение. Борьба Михаила Саакашвили с ореховой мафией продолжается. Сегодня глава областной администрации лично привел в исполнение решение хозяйственного суда. Он вернул частным предпринимателям груз грецких орехов, незаконно изъятых месяц назад киевскими правоохранителями. Подробности об этом далее в нашем сюжете. Утро председателя обл. администрации Михаила Саакашвили и главы Одесской таможни Юлии Марушевской началось с визита на один из складов в районе 6-го километра. Здравствуйте. Здесь уже в течение 40 дней лежит 21 тонна грецких орехов. Еще в прошлом году изъятых сотрудниками киевской обл. прокуратуры на трассе Одесса-Рени. Как утверждает владелец груза, абсолютно незаконно. У вас какое-то уголовное дело на какую-то вообще другую фирму. Груз принадлежит нашей фирме. В общем, полное беззаконие. Решение суда о возврате груза в фирме есть. Правда, в киевской прокуратуре его считают незаконным. Пришлось вмешаться к главе обл. администрации. И что? Предварительно известив замгенпрокурора Украины Давида Сакперелидзе. Я вам сообщаю, что передайте Шокину, пожалуйста, вашему руководителю, что я сейчас эти двери открою. И мне плевать я хотел совершенно, мне не интересно, что его там ставленник киевской прокуратуре, этот ваш, как его коледник, думает про это. После звонка прокурору пломбы и печати срывают. Эти двери к черту. Я объявил войну в июле. Я продолжать буду эту войну, пока последний прокурор, как последний таракан, который там водится в этой прокуратуре, мы их всех не опрыскаем и оттуда не изведем. Просто иначе этих людей, как тараканами, просто назвать уже невозможно. Чем они занимаются просто? Владелец груза, представитель фирмы «Арконт» Владислав Манченко уверяет, захват «Орехов» – дело рук сотрудников киевской прокуратуры – Колесника, Рахальского и Казницы. Водитель был как бы полностью, он не понимал, то есть кто его машину забрал, то ли прокуроры, то ли бандиты, потому что у него отобрали мобильный телефон, он не мог связаться ни с грузовладельцами, то есть с нами. За время простоя компания понесла колоссальный ущерб, но самое главное – удар по репутации. Из-за полуторамесячной задержки груза албанские партнеры разрывают с ними контракт. Хамбат за такой вантаж сягает до 15 тысяч долларов. Платежи в бюджет майже такие же самые, но когда человек честно платит в бюджет, то она не получает никаких гарантий. В итоге груз благополучно вернули владельцам, и он пошел на экспорт. Пусть и через полтора месяца. Участвовали в операции по спасению грецких орехов Сергей Бандур, Валентин Мирза, 7 канал. Целый год они были в плену, и вот-то, наконец-то, дома. Членов экипажа судна Сам ОЛАй задержали в Ливийском Триполе в январе прошлого года. Заподозрили в подготовке к реализации контрабанды топлива. Пока шел судебный процесс, одесситы находились под контролем одного из вооруженных формирований страны. Усилия к освобождению экипажа приложили дипломаты нескольких стран. Они не виделись целый год. Каково обнимать близкого человека, который так долго пробыл в неволе в чужой стране, понять сейчас только им. Мы попали с 31 на 1, как раз поднялся такой шторм. Потеряли там оба якоря и так далее, и тому подобное. Не могли удержаться. Топливо закончилось, нам все обещали, обещали. Там мужик дали СОС, чтобы нас спасали. Один порт, турок, и кто не хотел брать, наконец там с Триполи пришел буксир. И нас завели в Триполи. И в Триполи нас задержали. Обвинили нас в нарушении этой самой границы. Это самое основное. И как будто попытка контрабанды. Ну, какие мы извозчики, какая у нас эта самая контрабанда и так далее. Это просто чисто работа хозяева и так далее. Мы, откуда мы знаем, контрабанда это или что, или как. Алена, дочь Николая, она ждала отца, как никто другой. Периодически связывалась с ним по интернету. Мы всем очень благодарны. Жалко, что только год жизни отобрали отца. Моряки шли с Мальты на Ливию. Говорят, виновата в такой ситуации. Крюнговая компания, которая не предупредила экипаж, что судно было опечатано. По словам моряков, их там не обижали. Страшно небо. Нас там не били, кормили, привозили пищу, потому что витаминов нам не хватало. Мы чувствовали, что очень слабы. Как только услышим что-то, судно работает как-то нелегально или что, уходите как можно быстрее оттуда. Потому что не нас, моряков, наказывают, а наказывают наши семьи. Адвокаты боролись за права моряков до победы. В состав экипажа входили также граждане Болгарии и Румынии. Они тоже на свободе. По словам тех, кто вернулся, от подобной ситуации не застрахован никто. Нужно быть предельно внимательными при выборе крюинговой компании. Ведь дома ждут. На въезде в Одессу со стороны Киевской трассы установили новую систему видеонаблюдения за дорогой. Комплекс украинского производства «Перфект-4» за средства инвесторов установлен на Клеверном мосту. Он способен определять скорость, номера автомобиля, а также фиксирует еще целый ряд параметров. «Перфект-4» объединится с уже действующими в Одессе камерами видеонаблюдения, что позволит контролировать обстановку на улицах, разыскивать людей по фотографии, а также использовать для работы не только полиции, но и других служб. Все нарушители, которые попадают в базу при превышении скоростного режима, они заносятся в отдельную базу. И для этого, для удобства формируются дополнительные картинки, как общего вида транспортных средств, номера машины, ну и для фотоподтверждения так называемых письмок счастья, где формируется, собственно, вся доказательная база. Война за квадратные метры в центре Одессы. Знаменитая актриса театра и кино Светлана Живанкова может оказаться на улице. Родственники выселяют ее из квартиры, где она с мужем прожила 13 лет. Сегодня дело должны были рассматривать в Приморском суде, но заседание не состоялось. Юлия Федорова знает все подробности. На счету Светланы Живанковой роли в известных кинолентах «Годы молодые», «Черноморочка», «Москва-черемушки», «Чудак-человек», «Вертикаль» и многих других. В свои 80 лет знаменитая актриса оказалась под угрозой выселения. Они выселяют меня, в смысле, выходи на улицу, уходи и все. В квартире в центре Одессы Светлана Живанкова прожила со своим мужем в законном браке 13 лет. После смерти супруга на наследство стал претендовать его брат. Дело рассматривают в Приморском суде. Сегодня заседание снова не состоялось. Ни сам истец, ни его представители не явились, даже не сообщив суду о причинах своего отсутствия. Есть подтверждение тому, что доверенность, которую выдал истец, окончился в декабре месяце. Светлана Живанкова живет от заседания до заседания. Суд длится уже три года. Все это время она вынуждена оплачивать коммунальные услуги за огромную жилплощадь за две семьи. Естественно, она платит за всю квартиру на пенсионера. У нее 1700 гривен в месяц в квартплате. Она ничего не может сделать. Ни съехать, ни сдать, ничего не может сделать. Актриса уверена, вторая сторона имущественного конфликта намеренно затягивает ход дела и находит для этого все возможные способы. Просто уже все это надоело, конечно. Надо уже как-то заканчивать, потому что надо решать, чтобы я не находилась между небом и землей. Следующее заседание в Приморском суде назначено на 30 марта. Юлия Федорова, Алексей Барановский, 7 канал. Они безвредны, пока используются и правильно хранятся. Но как только вступают во взаимодействие с землей или водой, начинают окисляться и загрязнять окружающую среду. Батарейки могут сделать водоемы и земельные участки на долгие годы непригодными для использования. Подробности об этом знает Татьяна Милимко. Маленькая батарейка, незаменимая в быту, может оказаться весьма вредной после ее использования. Содержащиеся в ней вещества при взаимодействии с окружающей средой окисляются. В них самих внутри содержатся опасные материалы. То есть это литий, кадмий, свинец, ртуть. Она убивает живые организмы. И она, по сути, отравляет, если мы говорим о содержании. Одна пальчиковая батарейка способна загрязнить 20 квадратных метров земли или 400 литров воды. Вредные вещества в итоге все равно попадают в организм животного или человека. Долгие годы мало кто задавался вопросом, куда девать батарейки после использования. И выбрасывали их в мусор. Тем самым нанося серьезный урон окружающей среде. Землю, в которой окислилась батарейка, нельзя использовать еще много лет. Люди нашли выход перерабатывать использованные батарейки, затем утилизировать их. Эти ресурсы, которые содержатся в батарейках, они могут быть использованы еще раз. То есть те материалы, которые там содержатся, и те металлы, они являются по себе ценными металлами. И они могут быть переработаны, и могут быть использованы в дальнейшей жизнедеятельности человека. В Одессе существует более 20 пунктов сбора использованных батареек. Их можно найти в больших магазинах, на заправках, теперь и в офисе Комитета избирателей Украины. Это не единственный пункт в городе Одессе. Существует еще много различных пунктов по приему батареек. Кроме этого, любой желающий может у себя в подъезде организовать коллективный пункт и организовать пересылку этих батареек на львовский завод «Аргентум». Это достаточно известная инициатива, контакты завода можно спокойно и свободно найти в интернете. Инициативу горожане восприняли положительно. Если эти пункты работают, соответственно, своим стандартам и программам переработки и утилизации, тогда вполне возможно. Экологию надо поддерживать, а не относиться похавно. Люди иногда сами просто берут на себя инициативу и делают пункт сбора у себя в парадной, допустим, в доме и просто отвозят туда, где их утилизируют. Ну, если бы это было где-то поудобнее к дому, поближе к дому расположено, я думаю, да. Уже созданные пункты можно увидеть на специальной интерактивной карте. Ее легко найти в интернете. Нажав на анимационную батарейку, карта показывает, где расположены ближайшие от вас пункты. Татьяна Милимко, Кристина Пурло, Андрей Кульба, 7 канал. В Одесском театре собирают деньги на лечение молодого актера из Киева. 19 января в Одесском украинском театре имени Василько покажут благотворительный спектакль «Дамский мастер». Все деньги, вырученные за билеты, перечислят на операцию Тарасу Мельничуку. Талантливому актеру киевского тюза всего 24 года. В сентябре ему поставили диагноз «острый лейкоз». Израильские медики говорят, что у молодого человека есть шанс, но нужна пересадка костного мозга. На операцию необходимо 300 тысяч евро. Киевский тюз обратился к коллегам из всех театров Украины с просьбой помочь в сборе средств. Друзья в живых не умирают. И друга потерять нельзя. Васильковцы призывают одесситов помочь спасти жизнь киевского актера и прийти на комедию «Дамский мастер» 19 января. Стоимость билетов от 20 до 70 гривен. Начало спектакля в 18.30. Ну и пока на этом все. Будьте внимательны тем, кто вам дорог, и проведите вечер в пятницу в их компании. Увидимся в 8 часов вечера. Тогда и подведем итоги сегодняшнего дня. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!